Закон и совесть И хотел бы начать с вопроса Только не спешите с ответом Вопрос скорее риторический, но все-таки Хотели бы вы родиться в Иудее В то время, когда там жил Иисус? Попробуйте быстро суммировать все, что вам известно о том времени, о той эпохе О нравах тех людей И поставить себя на их место Или же перенести себя во времени В то далекое прошлое Если бы у вас был такой выбор Хотели бы вы, предпочли бы вы Родиться тогда А не родиться сейчас И вот сегодня мне хотелось бы на несколько минут вернуть вас в прошлое Но сделать это я попытаюсь через настоящее Послушайте такое информационное сообщение Сообщение из настоящего Из 2013 года Но это сообщение вернет нас в прошлое Я хотел бы, чтобы показали слайд Первый слайд сейчас Полиция города Лахор в Пакистане Выясняет обстоятельства убийства молодой женщины Самосуд над потерпевшей Устроили родственники Которым не нравился ее брак Дерзкое преступление совершено в центре города Рядом со зданием суда На глазах у прохожих Жертвой линчевателей Стала 25-летняя Фарзана Парвин Погибшая находилась На третьем месяце беременности Парвин несколько лет Была помолвлена 45-летним Мухаммедом Икбалом Однако родственники девушки Были против их отношений И после того, как свадьба все-таки состоялась Вопреки воле родителей Вопреки воле других родственников Отец невесты Мухаммед Азим Обратился в полицию И обвинил Икбала В похищении дочери Судебное заседание по этому делу Было назначено на вторник И когда Икбал и Парвин Подходили к зданию суда И встретила толпа Разгневанных родственников Фарзаны Злоумышленники стали избивать девушку Которая своим браком Якобы опозорила честь семьи И расправа закончилась тем Что потерпевшую забросали кирпичами Взятыми на ближайшей стройке От полученных травм Фарзана умерла на месте И установлено, что в расправе Приняли участие около 20 родственников Среди которых были и отец И братья потерпевшей И вот по словам Икбала Он познакомился с Парвин После смерти своей первой жены Которая родила ему пятерых детей И он говорит, что мы любили друг друга И мы поженились Ну вот чем все закончилось А арестованный Мухаммед Азим Не раскаивается в содеянном Это отец убитой женщины И он говорит Я убил свою дочь Поскольку она оскорбила Всю нашу семью Выйдя замуж Без согласия родни Расправу он назвал Убийством чести По статистике Опубликованной комиссией По правам человека в Пакистане В 2013 году Произошло 869 Убийств чести У нас нет никакой статистики Относительно того Сколько таких убийств Подобных, похожих Происходило во дни Иисуса Христа Не исключено, что Будучи еще мальчиком И юношей Иисус оказывался Вольным или невольным Свидетелем Разных сцен насилия Которые фактически Были санкционированы Законом Ветхозветным законом Законом В Пятикнижии Который Гласит, чтобы В некоторых случаях Виновника Или виновников Побивать камнями И вот Интересно было бы Узнать О чем тогда думал Иисус Когда он видел Такие сцены И вы догадываетесь Теперь Какую главу В Евангелии от Иоанна Я хочу сейчас Открыть и прочесть Вместе с вами Это восьмая глава Евангелия от Иоанна Первые Одиннадцать стихов Евангелия от Иоанна Восьмая глава Первые Одиннадцать стихов Иисус же пошел На гору Елеонскую А утром Опять Пришел В храм И весь народ Шел к нему Он сел И учил Их Тут книжники И фарисеи Привели к нему Женщину Взятую В прелюбодеянии И поставив ее Посреди Сказали ему Учитель Эта женщина Взята В прелюбодеянии А Моисей В законе Заповедовал нам Побивать Таких камнями Ты Что Скажешь Говорили же Это Искушая Его Чтобы найти Что-нибудь К обвинению Его Но Иисус Наклонившись Низко Писал Перстом На земле Не обращая На них Внимания Когда же Продолжали Спрашивать Его Он Восклонившись Сказал им Кто из вас Без греха Первый Брось На нее Камень И опять Наклонившись Низко Писал На земле Они же Услышав То и Будучи Обличаемой Совестью Стали Уходить Один за Другим Начиная От старших До последних И остался Один Иисус И женщина Стоящая Посреди Иисус Восклонившись И не Видя Никого Кроме Женщины Сказал Ей Женщина Где Твои Обвинители Никто Не Осудил Тебя Она Отвечала Никто Господи Иисус Сказал Ей И я Не Осуждаю Тебя Иди И Впредь Не Греши То Что Написано В Восьмой Главе Евангелия От Иоанна Едва Ли Можно Считать Единственным В своем Роде Эпизодом Хотя Нам Неизвестно О других Эпизодах Но Едва Ли Это Происходило Впервые Или Только Один Раз За Более Чем Тысячелетнюю Историю Израильского Народа В течение Которой Действовали Правила Прописанные В Пяти Книжи Моисеем Закон О том Чтобы Прелюболгеев Побивать Камнями Существовал Уже Долго Но Закон Можно Применять Двояко Законно И Беззаконно Все Зависит От того В чьих Руках Находится Судопроизводство И кто Собственно Выносит Приговор Закон Можно Сделать Послушным И Управляемым Если Так Кому-то Нужно А вот Законное Применение Закона Подразумевает Следование И Букве И Духу Закона Беззаконное Применение Закона Это что-то Одно Либо Дух Либо Буква В древности Женщин К законотворческой Деятельности Не Подпускали Не Доверяли Что Справятся И Естественно Мужчины Этим Пользовались Находились Те Кто Думал Что Женщина Сотворена Для Мужчины А Камни Для Женщины И Вот Два Небольших Комментария К этому Отрывку Первый Комментарий Из Книги Желания Веков Эллен Уайт Пишет Несколько Мгновений Иисус Смотрел На Это Зрелище Трепещущие От Стыда Жертвы И Стоявшие С Каменными Лицами Знатные Люди У которых Не Было Ни Капли Человеческой Жалости Его Чистый Непорочный Дух Возмутился При Насходящего Он Прекрасно Знал С какой Целью Все Это Делалось Он Читал Сердце Каждого Знал Характер И Историю Жизни Каждого Пришедшего К Нему Это Так называемые Защитники Справедливости Сами Толкнули Свою Жертву Ко Греху Чтобы Таким Путем Уловить Его Иисуса В Свои Сети Не Подавая Вида Что Он Слышал Их Вопрос Иисус Наклонился И глядя Перед Собой Принялся Писать Что-то На Песке Обвинители Начали Испытывать Нетерпение Видя Его Молчания И безразличия Они Подошли Ближе Пытаясь Обратить Его Внимание На Происходящее Но Когда Они Посмотрели На Землю У ног Иисуса Выражение Их Лиц Изменилось Здесь На Земле Были Написаны Все Их Тайные Грехи Любопытствующие Заметив Внезапно Изменившиеся Выражения Их Лиц Начали Пробираться Вперед Интересуясь Что же Привело Равинов В такое Изумление И стыд Это Один Комментарий На Этот Рассказ Другой Комментарий Скорее Косвенный Не Могу Я Сказать Что В основе Его лежит Этот отрывок Ни в коем случае Но Косвенно Он Проливает Свет На Ту же Психологию И Помогает Понять Что движет Людьми Когда Они Вот так Рьяно Стараются Защитить Какое-то Положение Закона Правила А Эпизод Этот Взят Из Последнего Романа Льва Николаевича Толстого Романа Воскресенье Он написал Его Уже на склоне лет Когда ему было Около Семидесяти лет И там есть Такой эпизод Когда Екатерина Маслова Это Главная героиня Повествования Уже Шесть лет Пробыла В Доме Терпимости А Всего-то Отроду Ей было Двадцать семь лет Получается С Двадцати Примерно Лет Она Оказалась Там И То Что ей Пришлось Испытать Конечно Не подлежит Никакому Описанию Хотя Толстой И Воспроизводит Эту картину Достаточно Убедительно И ярко И вот Ее обвинили В том Что Она Убила Одного Из Клиентов Скажем так Убийство Которого Она на самом деле Не совершала И состоялся Суд На котором Она была Приговорена К четырем Годам Каторги И вот Как Толстой Описывает Ее реакцию На приговор То есть Когда Она Услышала Обвинение В свой Адрес Что Это все Таки Она Убила А она Не Убивала И что Ее Приговорили К четырем Годам Каторги Что Теперь Она должна Пешком Вместе С другими Сыльными Пешком По Русскому Бездорожью Отправиться В глубокую Сибири Там провести Четыре Года На каторге А она Закричала Она Не могла Вынести Этой Вопиющей Несправедливости И потом Обведя Взглядом Всех Кто Выносил Собственно Приговор И присяжных И судей И прокурора Она Подумала И вот Толстой Описывает Что она Подумала И что Она Чувствовала Тогда Удивляла Ее В особенности То Что Так Жестоко Осудили Ее Мужчины Молодые Нестарые Мужчины Те Самые Которые Всегда Так Ласково Смотрели На Нее Одного Товарища Прокурора Она Видела Совсем В другом Настроении В то Время Как Она Сидела В арестантской Дожидаясь Суда И в перерывах Заседания Она Видела Как Эти Мужчины Притворяясь Комнату Только Затем Чтобы Оглядеть Ее Она Была Очень Красива И Вдруг Эти Самые Мужчины Зачем-то Приговорили Ее В каторгу Несмотря На То Что Она Была Невинна В том В чем Ее Обвиняли И Вот Объединяет Эти Два Случа То Что Они Вскрывают Психологию Лицемерия И Нравственного Ничтожества Судей И Даже Духовных Лиц Иисус Учил В седьмой же Главе Вот Рядышком Написано Евангелие От Иоанна Не судите По наружности Но судите Судом Праведным Или В восьмой главе Он говорит Что вы Судите По плоти А я же Я Вообще Никого Не сужу Говорит Иисус И люди Недоумевали Как это Как это Можно Жить И никого Не судить И никого Не осудить А мы же На то и Поставлены Чтобы Соблюдать Чтобы Сохранять Правила Принципы И как же Мы поставленные На это Не осудим Когда здесь Явное Беззаконие Вот здесь Они не понимали Друг друга Иисус И духовные Лица Духовная Элита Народа Но вместе С тем Нужно Сказать И о другом Иногда Это ускользает От нашего Внимания Но мы Должны Заметить Что Здесь Написано В девятом Стихе Редко Когда Фарисея Говорят Что-то Хорошее Очень Редко Я не Собираюсь Здесь Какую-то Апологию Открывать Чтобы Как-то Восстановить Справедливость Что ли Нет И вместе С тем Они Заслуживают Похвалы Вот именно В этом Конкретном Эпизоде Не за то Что приволокли Женщину К Иисусу И устроили Ему Иисусу Западню А за Что-то Другое Нужно Отдать Должное Фарисеям Вот почему Да Они Пришли К Иисусу Со своей Жертвой Они Пришли Как Ревнители Закона Но Ушли Ушли То Как Когда Книжники И фарисеи Уверенно Тащили К Иисусу Грешницу Они Шли Как Живущие По Закону Но Дальше Написано Они же Услышав То И будучи Обличаем И совестью Стали Уходить Один За Другим Они Пришли Как Живущие По Закону А Ушли Как Живущие По Совести Потому Что В них Проснулась Совесть В них Заговорила Совесть И Сказала Им Что Ж Вы Делаете Как Вы Смеете Какое Вы Имеете Право Если Вы Сами Знаете Что Вы Собой Представляете Что Ж Другое Повергло Их Стыд Если Не Совесть Иисус Как-то Заявил Что Праведность Его Учеников Должна Превзойти Праведность Книжников И Фарисеев И Спрашивается Как Это Возможно Человек Живет Между Двумя Полюсами Двумя Полюсами Притяжения Первый Полюс Это Правила Принципы Второй Полюс Притяжения Это Совесть Моисей Заповедал Говорят Книжники Фарисеи Это Первый Полюс Они Будучи Обличаем Совестью Это Второй Полюс Книжники Фарисеи Оказались Между Двумя Полюсами Притяжения И Сначала Они Реагировали На Один Полюс И Приволокли Эту Женщину Потому Что Она Была Виновата Грехе А потом Спустя Некоторое Время Подумав Посмотрев Прочитав Услышав Стали Тихонечко Расходиться Молча Молча Без Паники Один за Другим Начинают Старших Потому Что Другой Полюс Стал Притягивать Полюс Совести Вот Что Легче И Что Правильнее Жить По Правилам Или Жить По Совести Конечно Не Обязательно Противопоставлять Это Но Приходится Потому Что Время От Время Мы Оказываемся В таких Обстоятельствах Когда Нужно Выбирать В Идеале И Правила Должны Писаться Совестливыми Людьми И 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 Добро Совестно То есть Совестливыми Людьми И По Совести Это В идеале Но В жизни Бывает Как В жизни Интересно Заметить Что В Ветхом Завете Во всем Ветхом Завете Ни разу Не встречается Слово Совесть Очень Много Сказано О законе О сердце О благочестии О праведности Но Ни разу Не встречается Слово Совесть И Люди Быстро Сориентировались Когда Идеалом Сделали Не человека Живущего По Совести А идеалом Сделали Человека Живущего По Правилам И Вот И Здесь Мы Видим Как Раз Таки Этих Людей Элиту Люди Живущие По Правилам Книжники И И Правила И Привели К К Этому Деянию Но Я еще не все Сказал о законе Понадобилось Время Чтобы Совесть Превратилась В Самостоятельную И Очень Важную Категорию Нравственной Жизни Человека Я пришел Не нарушить Закона Исполнить Говорит Иисус Но Это еще не все Иисус Пришел И для того Чтобы Показать Что Одного Закона Мало Что С законом Нужно Законно Обращаться Что Закон Вещь Гибкая Оказывается И Нужно Иметь Совесть Чтобы Знать Как Применять Закон Причем В данном Случае Совесть Это Недовесок К закону Совесть Обличает Человека Удерживая Его От Избирательного И Пристрастного Применения Закона Закон В руках Бессовестного Человека Из инструмента Справедливости Превращаются В орудие Гнева В орудие Возмездия В конечном В счете Беззакония Вот Такие Метаморфозы Возможны Послушайте Несколько Примеров Из Евангелия Несколько Примеров Избирательного И Пристрастного Применения Закона Помните В Евангелии От Луки Рассказывается Об одной Женщине Которая Восемнадцать Лет Страдала Страдала От того Что Как написано Дух Сатаны Связал Ее Она была Скорченной Она Скорченной Была Как вопросительный Знак И вот так Она восемнадцать Лет Ходила Из дня В день И Тут она Оказалась В синагоге Когда там Был Иисус Иисус Конечно же Ее Исцелил Чем вызвал Негодование Негодование Начальника Синагоги И он Все-таки Боясь Адресовать Свой Упрек Прямо Иисусу Посмотрел На людей Потому что С людьми Как-то Попроще С народом Они у него В повиновении И вот он Так оглядел И говорит Есть Шесть Дней Вот тогда И приходите Исцеляться То есть Он ссылается На заповедь Вот есть Шесть дней Есть У вас Время Для повседневных Трудов Вот как раз Исцеление Очень подходит К этому В один из дней Придите в понедельник Придите в среду Придите в пятницу И вас исцелят Ну почему в субботу Ну почему именно в субботу Ну не нашли Другого времени Но есть Других шесть дней Такие же солнечные Такие же нормальные Хорошие дни Нет Надо же Вам приходить Именно в субботу А Иисус Слышит это И говорит Что же вы делаете Вы же Отвязываете Животное И ведете Его на водопой Ну вы же Делаете это Ну как это Не напоить Животное Ну как Так а почему же Эту женщину Которую дьявол Связал Уже На протяжении Восемнадцати лет Почему же Ее не освободить В субботу Почему Не сделать так Чтобы она Расправила Свои плечи Свою осанку Чтобы она Выпрямилась Чтобы она Шла И славила Бога Который Исцелил ее Почему же Этого не сделать В субботу Не удумевает Иисус Другими словами Где же Ваша совесть Где ваша совесть Что вы О животных Печетесь Беспокоитесь О людях О людях Нет Другой эпизод Уже из притча Милосердного Самаритянина Помните в конце Притчи Иисус задает Такой вопрос Он говорит Кто из них Кто из этих троих То есть Левиц Священник И самаритянин Кто из этих троих Был ближним Тому Кто попался Разбойником Ну и книжник Отвечает Ну той Который оказал Ему милость Когда Иисус Спрашивает Кто из троих Оказался ближним Или же Был ближним Он фактически Спрашивает У кого из троих Проснулась совесть И ответ очевиден Третий эпизод Никодим Снимает Тело Иисуса С креста Что его Надоумило Так поступить Закон Или совесть Если и закон То не в общепринятой Трактовке Потому что Общепринятая Трактовка Говорила Что Людям Духовного Сословия Прикасаться К мертвому Телу Нельзя Тем более Накануне Субботы Тем более Накануне Пасхи Тем более Это преступник Но Никодим Был движим Каким-то другим Законом Был движим Совестью И он Оказал Такую честь Христу И снял Тело его С креста И Положил Во гроб И вот Тогда Он Воистину Родился Свыше И вот Теперь Женщина Которую Превели К Иисусу Обвинились В прелюбодеянии Та же Дилемма Закон И Совесть Но Закон Здесь Толкуется Избирательно Я же Сказал вам Что Закону Мы еще Вернемся Закон Толкуется Избирательно В частности Закон Предписывал Побить камнями И женщину И мужчину Но я же Сказал И вы слышали Это Что В чьих руках Закон Вот Пользу Тех Он И Трактуется Как Правило В данном случае Закон В руках Мужчин И Почему-то Они Не бросились В погоню За тем Мужчиной С которым Она Совершила Прелюбодеяние Чтобы Его Притащить Сюда Нет А зачем Им Тратить Силы Хоть Бо С ней Справиться Но С ней Проще Она Женщина И Вот Они Ее Приволокли И Вот Это И Избирательное Прочтение Закона Избирательное Интерпретация Закона Если Внимательней Присмотреться Ко всем Этим Эпизодам К другим Мы увидим Что Ставят Человека Перед Лицом Собственной Совести И Иисус На самом Деле Учил Закону И Иисус Не Упразднял Закон А учил Закону Но Неизбирательно И Пристрастно Как это Привыкли Делать Люди Замечая Одни Заповеди И Записано В законе В законе Но Эта Заповедь Покрылась Пылью Ее Не Замечали Почему-то Эта Заповедь Переставала Существовать Когда Когда Вот здесь Жертва Жертва Когда Пахнет Жареным Все Той Заповеди Нет И с ближним Своим Поступи Как самим Собою Нет Нет Я не Слышу Я не Вижу Это Так Где-то Когда-то Иногда Неправильно Говорит Иисус Так Нельзя Замечать Одни Заповеди И не Замечать Других Возлюби Ближнего Как Снова Себя Ведь Это Древняя Заповедь Но Она Как-то Не Бросалась В глаза Людям Иисус Сдувает С нее Пыль Показывает Ее Чтобы Она Засияла Перед Сознанием Взором Каждого Человека Как же Так В законе Вы про Камни Вычитали А Про То Чтобы Любить Другого Как Снова Бывает Одну Форму Фарисейства Мы Заменяем Другой Формой Фарисейства Иудейскую На Христианскую И Это Не Делает Чести Никому Никто Не Оказывается Выигрыш От Этого И Вот Как Проверить Живем Ли Мы По Совести Или Или Нет Или Только По Правилам На Мой Взгляд Я Хотел Б Дать Вам Подсказку Такую Вспомните Когда Вам Было Стыдно Когда Вам Становится Стыдно Живо Ли В Вас Это Чувство Чувство Стыда Вот Если Вам Никогда Не Стыдно Если Вы Никогда Не Краснеете Если Вы Никогда Не Сожалеете О Содеянном Или Напротив О Незделанном То Видимо Надо Что-то Делать Видимо Надо Обратиться К Богу И Просить Бога Оживить Сознание Оживить Совесть Потому Что Именно Чувство Стыда Индикатор Того Что Не Все В Порядке Что Недостаточно Поступить Просто По Букве Просто По Правилу Просто Так Принято А Есть Что-то Большее Чем Правило И Следите Внимательно За Тем Диалогом Которые Ведут Между Собой Совесть И Закон В Вашем Сознании Постоянно Диалог Идет Одна Мысль Другая Мысль Третья Слушает Выслушивает Одну Выслушивает Другую И Потом Принимает Решение Какая Правильная О чем Апостол Павел Тоже Пишет К Счастью История Которой Повествует Иоанн Закончилась Хорошо Это Большая Отрада Что Закончилось Все так Хорошо Причем Хорошо Для Всех Хорошо Для Женщины Ее Не Побили Камнями Как Фарзану Кирпичами Со Стройки Закончилось Хорошо И для Фарисеев Они Ушли С Пробудившейся Совестью И Закончилось Хорошо Для Иисуса Потому Что Не набросились На Него Не Растерзали Его Он Смог Проповедовать Дальше Причем Он Показал Себя Не Только Как Искусный Толкователь Закона Но Он Показал Что Он Есть Тот Кто Пришел Чтобы Отыскать И Спасти Потерянное И Вот Он Теперь Спас И Женщину И Фарисеев В Некотором Смысли Вот Если Что-то Подобное Случится В Вашей Жизни В Какой Роли Вы Себя Найдете Если Вы Окажетесь В роли Женщины Грешницы Или Мужчины Грешника Или В роли Ревнителей Правды И Праведности Пусть Для Вас Это Закончится Хорошо Вот Что Мне Хотелось Бы Сказать Пусть Это Закончится Хорошо Для Вас Ну А А мне Закончить Тоже Нужно И Хотел Бы Закончить Одним Рассказом Сокращенной Версии Это Рассказ Рассказ Детский Может Быть Рассказ Для Взрослых Но Вы Уже Сами Выводы Сделайте В Незапамятные Времена Родилась На Свет Совесть Родилась Она Тихой Ночью Когда Все Думает Думает Речка Думает Тростник Думает Трава Думает Небо Оттого Так Тихо Днем То Все Шумит И Живет А Ночью Все Молчит И Думает В Такой Ночь Когда Все Думало И Родилась Совесть С Глазами Большими Как У Ночных Птиц Лунный Свет Окрасил Ее Лицо Бледным Цветом А Звезды Зажгли Огонь В Глубине Ее Очей И Пошла Совесть По Земле Жилось Ей Наполовину Хорошо А Наполовину Плохо Жила Как Сова Днем Никто С ней Не Хотел Разговаривать Днем Не До Того Там Стройка Там Канаву Роют Подойдет Кому Тот От нее Руками И Ногами Не Видит Что Кругом Делается Тут Камни Тащат Тут Бревна Волоку Тут Лошади Ездят Тут Надо Смотреть Как бы Самого Не Раздавили Время Ли С тобой Разговаривать Зато Ночью Шла Она Спокойно Она Заходила И в Богатые Дома И в Шалаши Страстника Тихонько Дотрагивалась До Спящего Тот Просыпался Видел Ее В темноте Горящие Глаза И Спрашивал Чего Тебе А ты Что Делал Сегодня Тихонько Спрашивала Совесть Что Я Ничего Кажется Я Такого Не Делал А ты Подумай И Совесть Уходила К Другому А Проснувшийся Человек Так уж И не Мог Заснуть До Утра И Все Думал О том Что Он Делал Днем И Много Чего Ему Не Слышалось В шуме Дня Слышалось В тишине Задумавшейся Ночи И Мало Кто Спал Напала На всех Бессонница И Все Стали Думать А как бы От совести Отделаться Но С кем Не Советовались Ничего Выдумать Не могли И Жил Тогда Мудрец Равного Ему По мудрости И учености Не было Во всем Китае Решили Люди Надо У него Совета Спросить Кроме Него Никто Помочь Не может Снарядили Посольство Принесли Дары И До земли Много Раз Поклонились И Говорят Мудрецу Помоги От Бессонницы Выслушал Мудрец Про Народное Горе Подумал Улыбнулся И Сказал Можно Помочь Можно И так Сделать Что Она Совесть Даже И Приходить Не Будет Иметь Право Все Так И Насторожились Мудрец Опять Улыбнулся И Сказал Давайте Сочинять Законы Где Темному Человеку Знать Что он Должен Делать Чего Не Должен Вот И Давайте Напишем На свитках Что Человек Должен Делать И Чего Нет Законники Будут Учить Законы Наизусть А Прочие Пусть К ним Приходят Спрашивать Можно Или Нельзя Пусть Тогда Она Придет Пусть Только Попробует Что Ты Сегодня Делал Спросит А то Делал Что Полагается Что В свитках Написано И Будут Все Спать Спокойно Конечно Прочие Будут Законникам Платить Недаром Же Законники Будут Мозги Законами Набивать Обрадовались Тут Все И Принялись Писать Все Что Человек Должен Делать И Чего Он Не Должен И Написали И Зажили Люди Отлично Даже С лица Поправляться Стали Нужно Человеку Что Сделать Он Сейчас К Мудрецу Выкладывает Перед Ним Приношение Здравствуй Премудрый Разворачивай Ко свитки Что В таком Случа Делать Надлежит Зайдет Спор Оба К законнику Идут Оба Полоприношение Выкладывают Разворачивай Свитки Кто По ним Выходит Прав Только Уж Самые Последние Бедняки У которых Даже Законнику За совет Заплатить Нечем Бессонницей Страдали А Прочие Как Только К ним Приходила Ночью Совесть Говорили А что Ты К нам Лезешь Я По Законам Поступал Как В свитках Написано Переворачивались На другой бок И засыпали И Всюду Куда Не Приходила Совесть Она Слышала Одно И то же Почем Мы Знаем Как Законники Говорят Так Мы И Делаем У них Пойди И Спрашивай А Мы По Закону Меня Никто Слушать Не Хочет Законники Смеются А Законы На Что Разве Можно Чтобы Люди Тебя Слушались И Так Поступали А Не Поймет Кто Тебя А Перепутает А Переврет А Тут Для Всех Черно По Белому Написану Пошла Тогда Совесть К Самому Известному Мудрецу Китая Дотронулась До Него Слегка И Стала Спрашивать Проснулся Мудрец Вскочил Как Ты Смеешь Ночью Без Спроса В Чужой Дом Являться Что В Законе Написано Кто Явится Ночью Тайком В Чужой Дом Того Считать Завора И Сажать Его В Тюрьму Да Я Не Воровать У Тебя Пришла Отвечает Совесть Я Совесть А По Закону Ты Развратная Женщина Ясно Сказано Если Женщина Ночью Является К Постороннему Мужчине Считать Ее Развратной Женщиной И Сажать Ее В Тюрьму Поэтому Если Ты Не Воровка Ты Развратница Какая Развратница Воскликнула Что Ты Ах Ты Ты Значит Не Развратница И Не Воровка А Просто Не Хочешь Исполнять Законов В таком Случай На Это Закон Есть Кто Не Хочет Исполнять Законов Считать Того Беззаконником И Сажать В тюрьму Эй Люди Заколотить Эту Женщину В колодке Да Посадить За решетку Навеки Вечную Как Развратницу Подозреваемую В воровстве И Уличенную В явном Неповиновении Законом Наколотили Совести На руки Колодки И Заперлись С тех пор Она уж Конечно Никому Больше Не Является И Никого Не Беспокоит Так Что Конниками Крикнет Совести У вас Нету Так Ему Сейчас Бумагу Покажет Что Совесть Есть Только Ее Под Замком Держит И Грубян Смолкнет Видит Что Действительно Правы И Живут Люди С тех Пор Спокойно И Спят Хорошо Не Судите По Наружности Говорит Господь Но Судите Судом Праведным И Во всем Как хотите Чтобы С вами Поступали Люди Так И Вы Поступаете С ними Возлюби Господа Бога Твоим Сердцем Твоим Всею Душою Твоей Всею Крепостью Твоей Всем Разумением Твоим Сия Есть Первая И Наибольшая Заповедь В законе И вторая Подобная Ей Возлюби Ближнего Своего Как Самого Себя Вот Это И Будет Жизнь И По Закону Благословит Вас Господь Аминь